Лично я, конечно, против вообще любых зоопарков, не только контактных, но я считаю, что контактные и трогательные – это пик жестокости, наверное, из зоопарков, потому что круглосуточно, там, 24 часа, грубо говоря, в день их трогают, они подвержены стрессу постоянному, либо, наоборот, люди их перекармливают. Таково мнение зоозащитников. С директором же занимательного парка, против деятельности которого они настроены, нам удалось встретиться буквально на днях. Препятствия Юлия Мусиенко нам не чинила и позволила пройти на территорию парка, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях содержатся его питомцы. Ничего криминального, как ни старались, мы не обнаружили. Ухоженные животные, просторные, чистые вольеры, в которые дети входят только в сопровождении сотрудников парка, что исключает жестокое обращение или возможность перекормить кого-то из питомцев. На каждом загоне висит замок. Видимо, запираться вольеры стали после истории со сбежавшими баранами. Действительно от нас, действительно сбежали, действительно была такая ситуация, то есть в момент, когда у нас была утренняя зарядка и, скажем так, все были вовлечены в этот процесс, и вот, ну это да, это действительно наше упущение. Но барашков мы поймали, то есть с ними все в порядке. Мы их вернули обратно на ферму. Мы их брали с фермы, где они содержатся, ну, большим таким стадом, скажем так. Ну, опять же, это те бараны, которые пойдут просто в дальнейшем на убой. И мы, в общем-то, вернули их обратно. Они такие, ну, не совсем контактные, действительно. Это вот наша дальняя доработка, наше упущение. Не стала Юлия отрицать и тот факт, что самка из пары лебедей, завезенных в их парк, действительно заболела. В первый же день, как у нас вот эта проблема появилась, к нам приезжал ветврач, она проводила осмотр, то есть физически причины нет. То есть все косточки целые, никаких переломов, ничего нету. Лапки в тонусе, то есть не то, что она им не шевелит, да, в принципе, а она им двигает, шевелит и вполне активно, но вот какие-то у нее проблемы даже больше с координацией. И почему, скажем так, получилось так, что наши гости это видели, да, там снимали там на видео и так далее. Потому что, ну, мы не прятали ее. Зачем? Если животное заболело, ну, это не говорит о том, что его нужно утилизировать, как-то прятать, да. Я считаю, что нужно решать проблему, а не просто тупо от нее избавляться. К сожалению, в Рязани нет квалифицированных орнитологов, так что лебедя пришлось отправить на реабилитацию в Москву. Позиции зоологов Юлия искренне не понимает. Говорит, что сама не раз пыталась связаться с ними, но на контакт они идут неохотно и конкретных претензий или предложений не высказывают. Вопрос, что же делать с этими животными? Отпустить их на волю? Но там они наверняка не выживут. А на фермах и в домашних хозяйствах условия их содержания вряд ли лучше, чем здесь. Давайте будем откровенны. Кроликов выращивают для того, чтобы их съесть. Коза интересна и нужна только пока она дает молоко. То есть у нас были тоже неоднократно форматы такого звонки. То есть говорили, что, допустим, коза перестала доиться, да, и она нам больше не нужна. Заберите, ну, либо мы ее там уничтожим, скажем так. Потому что, ну, бабушка не будет ее содержать просто для того, чтобы козочка у нее бегала по двору и радовала глаз. Это, ну, в принципе, это реальность и объективность, и зоозащитников почему-то это не тревожит. Не знаю. Мы не беремся утверждать, что в деятельности занимательного парка все идеально. Мы говорим только о том, что увидели собственными глазами. Делать выводы и решать, чью сторону принять – личное дело каждого.